случилось самое страшное для фондового рынка всем привет вы находитесь на канале метр шеф канал о финансах и инвестициях и фондовом рынке в этом очередном ежедневной выпуске обсудим с вами основные моменты которые произошли у нас вчера а также посмотрим на мировые площадки посмотрим сами нефть золото индекс московской бирже и американский индекс s&p 500 смотрите это видео до конца не перематывайте и вам все станет предельно понятно но а перед началом выпуска хочу порекомендовать вам крутую карту от ренессанс кредит карта разумная и какие плюсы у данной карты конечно же это сто сорок пять дней без процентов на все снятие и переводы без комиссии в первый месяц бесплатное обслуживание навсегда а также до 600 тысяч кредитный лимит оформив сейчас прямо по ссылке которая будет под видео в описании либо в первом закрепленном комментарии и потратив 3000 рублей до конца декабря вам обратно вернется бонус виде кэшбэка в размере трех тысяч рублей в следующем месяце согласитесь очень крутая возможность сделать себе либо своим близким подарки перед новым годом тратите 3000 рублей и вам в следующем месяце эти 3000 рублей возвращаются в виде бонуса обратно на карту ну а еще вы станете участником розыгрыша одного миллиона рублей и других крупных денежных призов и 15 победителей будет объявлены уже 30 декабря на самом деле я сразу же воспользовался данным крутым предложением и заказал оформил себе данную карту получил и уже ей пользуюсь вы знаете плохого я не посоветую тем более выпуск доставка и обслуживание навсегда данной карты бесплатные успевайте прямо сейчас заказать проходите по ссылочке в описании под видео и пользуйтесь получаете крутые кэшбэки а ну начнем с вами конечно с важных событий которые вчера ожидали это заседание фрс которая буквально в на вечерней сессии у нас вчера произошло так вот ожидаемо фрс повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов до 425 45 процентов как и мы с вами это ожидали но для нас была самая важная это дальнейшая риторика который озвучил джон павел и вот самое главное здесь что фрс ожидает что ставка достигнет 51 процент концу 2023 года и а 41 процент концу 2024 года то есть фрс ожидает дальнейшее повышение ставки для нас самое важное было услышать вот данную риторику и мы видим как соответственно отреагил отреагировал американский рынок вот таким вот ответственным падением преодолев сразу практически 50 пунктов то есть с 4050 упал на 4000 до попытались немножко откупить но это не придаст никакого лонгового значения у нас индекс smp500 находится по-прежнему в медвежьей формации и мы с вами уже не раз обсуждали что к самому заседанию фрс индекс тянут вверх буквально на самом заседании и возможно еще один день после заседания будет индекс держать но а потом он неминуемо пойдет вниз давайте проведем с вами трендовую линию и по трендовой линии мы с вами четко видим отбитие и слив вчерашней свечи это подтверждает еще один тот факт что индекс smp продолжит падать но здесь остается вероятным дан прогноз от морган стейнли о том что американский рынок в 2023 году упадет еще на несколько процентов и достигнет уровня 3000-3100 достаточно низкие отметки но этот прогноз от мировых аналитиков становится уже все более и более актуальным и здесь конечно же стоит отметить что вслед за американским рынком будут скорее всего снижаться и развивающиеся рынки других государств том числе и наш российский рынок останется под давлением не минуя конечно же и в совокупности с той геополитикой которая сейчас проход происходит да и экономической ситуации в целом поэтому наш рынок по-прежнему останется я считаю под давлением вот так как американский рынок скорее всего после заседания фрс сегодня завтра начнет свою понижать коррекцию и дальнейшее снижение вниз так как сигнал от фрс на 2023 оказался и 7 чист пессимистически и истребильная политика несмотря на те положительные стат данные которые выходили перед заседанием фрс о которых мы с вами говорили что они скорее всего не повлиять каким образом на решение джерома паула и он останется при своем ястребильном мнении обсуждая буквально во вчерашнем видео перед заседанием фрс я обращал внимание то что реакция американская рынка скорее всего будет негативная так как мы с вами ожидали что риторика фрс на 2003 год будет негативная истребильная и я говорю что внимание и очень осторожно нужно быть к лангам как по американскому рынку так и по золоту давайте обратим с вами внимание на котировки золото и что мы с вами видим я говорил что при реакции американского рынка в падении то уже отриграет и котировки золото и мы с вами в этот раз очередной раз убеждаемся что золото совокупности с американским рынком довольно тесно соприкасается при падении американского рынка падает и котировки золото что собственно мы сейчас с вами и наблюдаем в режиме как говорится онлайн она и глядя то скажем на техническую картину по золоту мы с вами видим поддержку на уровне 1800 которая сейчас у нас здесь есть да на графике давайте проведем с вами линию и посмотрим с технической точки зрения что здесь может быть по золоту но по золоту здесь очевидно поддержка на 1800 и при ее пробитии котировки ускорится на уровень 1740 я думаю что в ближайшее время с падением дальнейшем падение американского рынка золото эту поддержку пробьет если вы считаете иначе пишите об этом в комментариях будет интересно послушать это еще раз подтверждает что давление американского рынка при негативном так скажем восприятие фрс дан дальнейших действий конечно же давит на сырье в целом и на котировки золото давайте обратим с вами внимание в целом на сырье и мы увидим что в целом все сырье испытывает сейчас давление это и нефть и золото и серебро и платья платье палладе и платина и прочее 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 то есть это подтверждает опять же тот факт что падение американского рынка параллельно идет и давление на общее мировое сырье но а возвращаясь то скажем либо переходя плавно к котировкам нефти марки бренд здесь можно отметить следующие факторы то есть мы с вами асера обсуждали котировки нефти я говорю что здесь по к данным котировкам нам необходимо достигнуть сопротивления на уровне 83 долларов за баррель марки бренд для того чтобы его протестировать так как у нас котировки нефти находится по-прежнему в медвежьей формации и для того чтобы техническая картина была верная нам необходимо протестировать уровень 83 давайте с вами проведем на графике линию и посмотрим что у нас сейчас происходит на котировках ну а мы с вами наблюдаем точности тот прогноз который давался на этом канале мы во первых допадали до уровня о котором мы с вами говорили при пробитии 83 котировки пойдут на уровень ниже это уровень 76 мы с вами его от тестили все четко идет по технической картине далее я говорил на этом канале предыдущих видео своих что теперь нам необходимо снизу вверх оттестить вот это сопротивление которое ранее было у нас поддержкой на уровне 83 и мы с вами сейчас наблюдаем точную реализацию данной прогнозной линии мы четко доскочили до уровня 83 и как мы сейчас с вами наблюдаем идет отбитие от данного сопротивления что еще раз подтверждает на текущий момент медвежью формацию по рынку нефти и продолжение медвежьей фазы на чем собственно вчера происходил отскок нефтяных котировок но у нас по америке вышли вчера достаточно неплохие показатели по запасам нефти как отменил минэнерго сша заявляла что запасы нефти стратегическом резерве страны упали до минимума с января 1984 года запасы нефти стратегическом резерве сша за неделю по 9 декабря опустились на 47 миллионов баррелей до 382 миллиона таким образом показатель опустился до минимального значения с недели по что января 1984 года когда запасы в стратегическом резерве составляли 380 миллионов баррелей вот собственно на этой новости вчера и произошел столь стремительный отскок на котировках и мы дошли до уровня сопротивления и сейчас конечно же ожидаемо от этого уровня пошли продажи пока мы его не перебьем а дальнейшем восходящем движении можно пока по котировкам нефти просто напросто забыть но и глядя на наш российский рынок правда плавно перейдя на него мы с вами видим что он окончательно паник во первых у нас окончание года мы с вами это уже обсуждали во вторых я говорю что главное то скажем ожидания всех игроков в том числе и наших российских конечно же это заседание фрс и пресс нас сюда конечно же разочаровала но опять же это было все в рамках той логики которая обсуждалась в этом канале это прогнозная линия которая давалась на этом канале полностью реализовывается соответственно мы вчера видим что у нас по инвесу московской бирже идет поджатие к поддержке мы не видим как такового слива но опять же если наш американский рынок начнет падать более интенсивно уже начиная с сегодняшнего завтрашнего дня соответственно и наш рынок российский будет под соответствующим давлением в том числе снижению поможет и падающее сырье которое опять же отреагировал на заявление от фрс какие еще новости у нас сюда были но а вчера была новость о том что он сша готовит санкции против потанина но здесь а сделали отметку что норникель в них не попадает а санкции сообщили американские цену чиновники санкции включат интеррос жену потанина разбанк но норникель в них не попадает но здесь конечно же наверное вот эта отметка она является таким скажем сдерживающим фактором от паники инвесторов да но насколько это будет правда никто об этом конечно же не знает вот но и вчера вышла новость что решение принято потанин покинет все должности офис морильского никеля начал подготовку документов связанных со ставкой потанина решение принято потанин покинет все должности и передаст владения акциями своей семье решение будет обнародано после официального уведомления о ведении санкции сша в отношении потанина ну собственно и до потанина санкциям добрались коснется ли это норникеля пока что остается под вопросом возможно пока делают такую ремарку для того чтобы не создавать панику но в отношении норникеля на английского никеля я бы здесь в эту бумагу пока собственно не лез потому что ну во первых у нас по норникелю не возобновились переговоры обсуждения касательно дивидендной политики на следующий год так как предыдущая дивидендная политика с акционером они за она закончилась еще при последних то скажем дивидендах еще в августе поэтому четкого понимания сейчас конечно же нет тем более сейчас вот происходит такие вот новостные линейки касательно негативно да в целом потанина и возможно это отразится как-то на и на норникеле хотя потаница уже как мы видим будет выходить из всех должностей да дабы для того чтобы этого лично это скажем санкция введенная на физическое лицо не повлиял никак на деятельность компании но что-то не подсказывает что это влияние еще покажет себя на норникеле и я бы в норникель пока что наверное не лес но и смысла наверно нет без каких-то видений по дивидендам которые щедро всегда платились но опять же потанин говорил и ранее уже да в конце этого года о том что в рассчитывать на щедрые дивиденды в будущем по норникеле конечно же не приходится но пока что мы с вами информацию вообще никакую не видим касательно дивидендов поэтому но смысл есть такую другую компанию на текущих уровнях тем более не известно что дальше будет ребят вот такое видение на рынок все пока что складывается по нашей с вами логике вот по-прежнему считаю что лезть наш рынок опасно тег на текущих уровнях и с падением американского рынка будет давление и наш наш и на наш российский рынок а также будет давление наш российский рубль потому что укрепление национальной валюты в частности доллара да будет конечно же негативно влиять на наш российский рубль несмотря на то что сейчас идет налоговый период и идет идут крупные продажи по налогам на полезные ископаемые на добычу полезных ископаемых поэтому мы начинают настоящее время сейчас видим ослабление рубля отскок от отметки 62 и 5 от поддержки и дальнейший рост какой-то глобального скачка доллара я пока не вижу но временное ослабление ввиду политики фрс да мы с вами увидим и в принципе настоящий момент мы с вами также это наблюдаем в том числе мы наблюдаем и укрепление юаня курс которого по отношению к рублю может дойти вплоть до 10 рублей ребят подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс зен пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу ставьте лайки но а также подписывайтесь на бесплатный телеграм-канал ссылочка под видео в описании и первом закрепленном комментарии там я выкладываю все важные новости в режиме онлайн и различную статистику а также отчетность по компании но а с вами был дмитрий шеф всем хороших торгов пока пока